В центре вот этой вот самой проблемы Теодицеи стоит так называемый парадокс зла, который сводится к следующему. Один, если Бог желает остановить зла, но не может, тогда он не всемогущий. Так как вы вчера очень хорошо доказали. Второе, если Бог может остановить зло, но не желает, то он не добр. Вот это так называемый парадокс зла. И на этот парадокс целый ряд выдвигается объяснений. Первое объяснение – это то, что зло – это всего лишь иллюзия. Зла не существует. Это мы люди, как вот очень хорошо Юля нашла выход, когда приезжали, она тоже сказала, так это же мы считаем злом. А так… То есть она абсолютно абстрагировалась от задачи. А вот люди – это считают злом, а на самом деле откуда мы знаем, зло это или не зло. Вот, значит, вот это выход из того, что зло – это всего лишь иллюзия. Нам кажутся, что это зло. Нам это не нравится. Но, может быть, это хорошо на самом деле. Нам не нравится, когда нам дергают зуб. Вот. Ребенок, привели его к зубному врачу, он кричит, сопротивляется, как мама могла такое допустить, чтобы меня здесь так истязали. Он просто не знает, что на самом деле это добро. И мы не знаем, зло – это иллюзия, зла не существует. Именно на этом настаивают восточные мировоззрения. Второе – объяснение то, что присутствие зла в мире доказывает, что Бога нет. Если бы Бог был, а Бог должен быть и добрым, и всемогущим по определению, собственно, по пониманию слова «бог», то Бог бы с этим делом быстренько бы разобрался. А раз не разобрался, значит, его нет. Третье определение, которое говорит, что мы должны изменить свое представление о Боге. Бог ограничен, он хочет уничтожить зло, но не в состоянии. Либо потому, что зло вышло у него из-под контроля, как доказывала вторая команда. То есть творение вышло из-под контроля. Франкенстейн такой получился. Либо потому, что добро и зло находятся в равновесии. Это две борящиеся силы. В чем одно и другое не исключает. То есть это уже вопрос в том, как они возникли. Но так ли оно существует? Есть добро, есть зло. Они друг с другом постоянно борются. Он, собственно, эти наши фильмы «Дневной дозор», «Ночной дозор». Правда, почему там злые силы приятные получаются. Видать, те, кто фильмы делают лучше с ними знакомыми. Вот. Злые силы окажутся честнее, а добрые окажутся лицемерными. Ну вот такова философия создателей фильма. Они в фильме передают свое мировоззрение. Этот подход называется дуализм. Если предыдущий назывался натурализм. То есть Бога нет, есть только естественные причины. То вот этот подход – дуализм. То есть есть два божественных начала. Добро и зло – Бог и сатана. Это, кстати, то, во что больше всего хочет сатана, чтобы мы верили. Что сатана – он такой же, как и Бог. Поэтому Бог и не может его победить. И либо это будет двигаться вечно, либо мы перейдем на сторону сатаны, и в конце концов сатана станет Богом. И четвертый подход. Что Бог существует. И Бог допускает существование зла. Либо чтобы через это достичь еще большего блага. Либо чтобы через это избежать еще большего зла. Бог допускает зло, чтобы это зло обратить в добро. Потому что более… Это вот как Андрей теорию вчера говорил. Вот. Потому что Бог дает… Пускай зло для того, чтобы его в добро потом обращать. Это ближе всего к библейскому пониманию. Потому что в мире, падшем добру, больше браться неоткуда. Весь мир лежит во зле, но Бог это зло обращает в добро. Вот это вот христианский теизм. Вот такие есть четыре точки зрения по разрешению вот этого самого парадокса зла. Самой, в общем-то, классической и самой, наверное, простой прямой формой теодицеи является теодицея Лейбнеза, великого немецкого физика, математика, Борислава, которая, если ее сформулировать кратко, звучит следующим образом. «Мир, в котором невозможно зло несовершенным». Обратите внимание, не мир, в котором есть зло несовершенным, а мир, в котором невозможно зло несовершенным. И таким образом наличие зла в этом мире доказывает совершенство сотворенного Богом мира. Но в такой короткой формулировке это не очевидно, да? Согласны, несогласны с этим словом? Лейбнез рассуждает следующим образом. Первое. Бог – совершенный Творец. Таким образом, будучи совершенным Творцом из всех мыслимых миров, из всех миров, которые мы только в состоянии себе представить. Бог творит наилучше. То есть мир, который сотворен Богом – это наилучший возможный мир. Теперь мир, в котором есть свобода, лучше мира, в котором нет свободы. Свобода немыслима без возможности злоупотребить ею. Я тебе даю свой кошелек, у тебя полная свобода, кроме одного не можешь сделать вот эти деньги. То есть понятно, что если нет возможности злоупотребления, нет и свободы как таковой. Злоупотребление свободой порождает зло. Таким образом, мир, в котором возможно зло – это наилучший мир. А до грехопадения мир был совершенным, в нем было возможно зло. Мы знаем это даже прагматически, экспериментально было проверено, да? Зло было возможно, оно в него вошло. Когда Бог скажет «Все творю все новое», мир будет совершенным? В нем будет возможно зло? Совершенно верно. Вопрос, будет ли оно там возможно и будет ли оно там – это два разных вопроса. Будет ли там зло? Не знаю. Не будет. Библию не читали, что ли? Совершенно верно. Его там не будет лишь потому, что ничто нечистое не войдет туда. Потому-то жизнь сейчас, вот в этом падшем мире – это как бы экзамен, как бы учение, тренировка нас перед тем, как войти в тот мир, где зло будет по-прежнему возможно, но войдут туда только те, кто на зло не способны, потому что любят Бога. Таким образом, Бог сохраняет жизнь, Он долго терпит нас, дабы все пришли к покаянию, дабы… Таким образом, это как бы отбор тех, кто любит его, кто в состоянии прийти к нему, вернуться к нему и жить с ним. В совершенном мире, где зло возможно, но никто… если я люблю свою жену, теоретически я могу ей изменить? Теоретически – да. Буду я это делать? Нет, потому что я никогда не стану делать то, что принесет ей огорчение. Виды зла. Мы час занимаемся, да? Виды зла. Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, мы еще должны с вами помнить, что зло бывает разным. То есть, мы… Таким образом, мы сейчас отделили, мы начинаем отсеивать то, что мы касаемся. Мы отсеяли понятие боли как таковой, да? Боль злом не является изначально. Она нам неприятна, это да. Но без боли у нас бы уже не было бы. Вот. То есть, боль нас всегда предупреждает об опасности. Вот. Когда мы вляпались в опасность, то мы боль, конечно, получаем как наследие. Это другой вопрос. И шрамы той боли, которую нам доставляет грех, мы несем через всю свою жизнь, в конце концов. Вот помните пример с ребенком и чайником, да? То есть, я прощу ребенка за то, что он ослышался, меня и тронется горячего чайника. Множок-то останется. Нам не безразлична современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com из-за общения. Прошу мое видео. Молитва Субтитры подогнал «Симон»